Реализация первого этапа пилотного проекта «Безопасный город». То, о чем говорилось несколько лет. Городская власть и ее задача – работать совместно с органами внутренних дел по обеспечению безопасности функционирования и устойчивого развития города. И главная задача, и главная наша ценность – это сохранение жизни граждан. Защита их прав и свобод в условиях внешних и внутренних опасностей угроз. Основные задачи программы «Безопасный город», которые перед нами стояли – это комплексная автоматизация процессов выявления предупреждения и оперативного устранения различных факторов угроз с жизненно важным интересом города и его жителей. И вторая – это интеграция действий информационно-управляющих подсистем, то есть дежурных частей, аварийно-диспетчерских служб и так далее. Программа не будет ограничиваться только органами внутренних дел, она многосрочная и поэтому направлена на большую емкость ее развития в дальнейшем до полностью вливания в создание общей программы электронного самоуправления городом Николаевом, которая тоже сейчас практически разработана. И в нее будет входить не только эта часть программы, но и многое другое. Дежурный, который несет службу по органам внутренних дел, наблюдает за оперативной обстановкой в формате онлайн по видеокамерам, ну и, соответственно, при получении сигнала о совершении какого-либо нарушения, либо, если он самостоятельно его выявляет во время мониторинга видеокамер, соответственно, дает ориентировку, смотрит наличие нарядов близлежащих, которые у нас несут службу по охране общественного порядка в городе Николаеве, ну и ориентируют ближайшие наряды для работы по задержанию лица, которая совершила правонарушение. Видеонаблюдение на улицах города значительно повышает в разы процент раскрываемости преступлений по горячим следам и приводит в результате к уменьшению уровня правонарушения. Установленные в Николаеве камеры имеют мощный зум, воспроизводят на мониторы видео с камер в реальном времени и обеспечивают круглосуточную запись, то есть видеорегистрацию. Все это дает возможность автономной работы, и в случае отсутствия электроэнергии учтены климатические особенности города и всего необходимого. Кроме того, видеокамеры снабжены возможностью панорамной съемки, имеют угол обзора 180 градусов. Это позволяет уменьшить общее количество необходимых для закупки камер. В целом первый этап предусматривает установку 48 камер, для чего из бюджета было выделено 1 миллион 61 тысячу гривен. Работа по подключению камер в рамках первого этапа практически завершается до конца текущего месяца. Есть проблемы, связанные с техническими условиями Облэнерго, где нам необходимо обеспечить и полную сохранность, и безопасность камеры, и устойчивую подачу электроэнергии на очень сложных объектах. Кроме того, к данной системе планируется подключить уже действующие камеры управления внутренних дел, которые ранее были размещены в городе Николаеве. Я помню, что усилиями начальника управления внутренних дел Николаевской области и города было сделано все тогда для видеонаблюдения на блокпостах и на очень сложных точках, также на наших мостах, в Варваровском, Ангульском и так далее. У нас везде по городу применены камеры минимум Full HD. Это разрешение 1920 на 1080. Многие участки города перекрываются с фиксацией автомобильных номеров, именно фиксацией, а не распознаванием. Эта функция пока на данном этапе не стояла. Перекрыты основные перекрестки и перекрываются въезды-выезды в город. Пока камер, конечно, недостаточно для того, чтобы обеспечить все эти планы, все эти задачи, которые перед нами сегодня стоят. Но эта тема будет продвигаться. Я очень благодарен тем неравнодушным людям, которые активно в это дело включились, которые вкладывают свои средства в городу, в мэру, за то, что они живут интересами горожан. И то, что на сегодняшний день такое серьезное внимание уделяется вопросам безопасности, я думаю, это серьезный шаг в будущее в сторону оптимизации, в сторону улучшений, в сторону безопасности на улицах и общественных местах города в целом.